Всем привет, ребята! Вы на канале Валидолик. И сегодня я продолжаю играть в группу под названием SCP Roliplay. И на этот раз я решил поиграть за службу безопасности на зоне 51. Почему я, собственно говоря, играю за службу безопасности? Ну, просто в прошлом ролике, который я снимал, это ещё давно было, 6 месяцев назад вроде, там я толком не отыгрывал РП и просто бегал по комплексу и, получается, отстреливал хаос. Но сейчас я решил поотыгрывать РП-ху за СБ и, надеюсь, у нас всё получится. Ой, ясно, первые баги. Да, круто. Кстати, кто видел обновление в SCP Roliplay, ну как мини-обновление, не обновление, я так скажу, а, получается, там, короче, мета-метод говорил, что обновлений пока в SCP Roliplay не будет, потому что они сейчас занимаются другими проектами. СБ Ролиплей должно обновить после первой игры. Ой, то есть, смотрите, первая игра это будет Сайт 006, а потом SCP Roliplay. А потом уже какая-то глейсер вроде. Сказали, что, возможно, где-то будет в конце апреля, либо в мае. Ну, это не точно, я вам говорю, но будем ждать, будем ждать следующих обновлений в SCP Roliplay. Ой, надеюсь, наши разрабы порадуют нас новыми какими-то крутыми обновлениями. Будем надеяться на это. А сейчас мы стоим на охране КДК. Вообще, служба безопасности по лору, они должны охранять, получается, не только КДК, а вообще, получается, весь комплекс содержать в безопасности его... Да и что там за дискор... Хватит мне спамить, надоели уже в Дискорде. Так, в общем, я отключил Дискорде, чтобы уведомления не приходили. Так, здравствуйте, рядовой. Опа, уже что-то происходит. Здравия желаю. Тихо, мы отпугнем сейчас, подожди. Здравия желаю. И надо вот так еще сделать. Типа, мы ученого уважаем, так сказать. Чем могу быть помочь... А, чем могу вам помочь? А, подожди. Можно вы будете меня соблюдать? Ну, типа СБ. Да, конечно. Хорошо. Как бы СБ это ихняя работа, сопровождать ученых до их места тестирования. Но будет интересно, круто посмотреть. Да, конечно. Хорошо. Хорошо, товарищ ученый, сейчас мы вас сопроводим. Так, слушай. Класс-Д, ты тут это... Смотри. Будешь слишком сильно бегать? Я, ну, сам понимаю, что будет за такое... О, еще одного ведет. Сбежавшего, видимо, КДК. Хотя он был авторизованным. Наверное, он убежал от ученого. Ну, ладно. Вообще, я хотел поиграть... Ой, отыграть РП за 0.82. За этого. Каннибал... Каннибал Фердинанд. Но что-то не получилось у меня, так как... На сервере сейчас очень большое количество онлайна, поэтому... Не смог я поиграть за него, но ничего страшного. Служба безопасности, в принципе, тоже интересна. Ой, что с ним? О, энциклопедия заболеваний. Да ты чё? Слушай. Вот когда этот баг пофиксят? С этим шлемом? Ну, думаю, скоро. Надеюсь, его мета-метод заметят. Ой, тихо. Я как-то неправильно встал. Вот так как-то. Всё отлично. Возле дверцы постою. Я вижу этот жёлтый зеркало. Ну, что там? Класс-Д заразился. Ну, вроде он обычным кашлем заразился. Так что, можно сказать, расслабиться. В принципе, вот это заболевание, когда человек кашляет, оно не передаётся. А вот 008-ым и типа чё? Да. Обожаю таких дэшек, которые не отыгрывают РП, а просто и чё? А чё делать? Ну, в плане того, что на ней пишут разную фигню. Будь возле книги или что там. Ну, на столе. Понятно? Учёный ещё крутой попался мне. Прямо зашибись. Чувствуешь что-то странное? Она меня убить должна, но не убивает. Или видишь? Да, гениально. Когда я отыграл, типа, она меня должна убить. И вообще по РП он вообще не должен знать, что эта книга убивает. Ну, ладно. Пофиг. Это, видимо, новичок КДК. Так что, в принципе, не особо страшно. Ну, ладно. Пока вы ждёте, когда этот класс Д уже умрёт, я хочу вам посоветовать один интересный сайт. Называется Зона 14. Ладно, давайте перейдём к рекламной интеграции, так сказать. Доброго времени суток. Хочу вам представить спонсора моего ролика, дискорд сервер под названием SCP Rolly Play Sight 14. Это сервер, где вы можете хорошо провести своё игровое время с другом и окунуться в атмосферу ужаса жанра SCP. Скорее всего, у вас возник вопрос, а чем он отличается от других серверов? Да всё просто. У них присутствуют правила игры, которые нужно соблюдать во время отигровки РП персонажа. Например, правила для СБ, которые мне очень понравились, а именно убивать класс Д без причины, воспрещается. Также, что мне понравилось на этом сервере, так это наличие магазина, где вы можете покупать оружие для своего персонажа. Многие подписчики спрашивают у меня, как ты находишь русские сервера. Ответ на этот вопрос могут ответить администрация сайта 14. Заходите в канал Вопросы и задавайте свою тему. К плюсам сервера отнесу то, что тут нахожусь я, и иногда общаюсь с другими любителями SCP ролеплея. Если ты ищешь сервер, где тебя не будет тревожить хаос, и ты ищешь по-настоящему хорошую РП, а также отзывчивую администрацию, то заходи на сайт 14 и отыгрывай РП вместе со мной. Ссылка будет в описании. Что ты делаешь? Слышишь, КДК? Ну ладно. Хотя мы должны их подождить. Чё происходит? Э-э-э-э, куда, куда? Слышишь? А, ну ладно, его, видимо, на тестирование ведут, но ничего страшного. Думаю, мы это как-то сделаем. Вот такая работа у службы безопасности. Стоять, охранять Следить вот за такими людьми, которые Фиг знает чем занимаются Опа, медик нам подошел, да Чем я могу быть вам полезен Ой, какой полезен Чем я могу вам помочь Чем я могу вам помочь Так Ну, видимо, сопровождение, так я понял, надо Ну, ладно У медика что-то странное происходит Сопроводить, хорошо Хорошо Да, вообще у службы безопасности Я вот сейчас, наверное, этого медика сопровожу До Вот этого, до медицинского отдела Там немного поохраняю И, наверное, в другое место пойду Отлично, капитан Вообще круто, прекрасно прямо Вообще, капитан должен находиться Где-нибудь рядом с СБшниками И отдавать приказы Ну, или вообще сержант должен этим заниматься Я не знаю, что тут капитан делает СБ же вроде достаточно Ну да, в принципе, есть кадеты Но почему он тут Э-э-э, куда? Нормально. Кто не следит за КДК, вы что там делаете? Алло. Блин, вот опять беспорядки происходят в этом комплексе. Смотри и следи только за всеми. Да. Как? Ой, ё-моё, ну капитан, ну... Что происходит вообще? Я не могу понять, почему у медика спрашивают какое-то разрешение, причём капитан СБ и... Чё это было? Ладно. И ещё какой-то мобильник... Куда все исчезли, подожди, чё происходит? Вроде же... Капитан... Ладно, не будем в этом углубляться, так сказать. Там ещё какой-то мобильник начал говорить, что сопровождение... Это нормально вообще или нет, я понять не могу. Почему мобильная оперативная группа спрашивает разрешение у медика? Хотя, как бы, медики, можно сказать... Что происходит вообще? Почему все летают, упрыгивают куда-то? Господи! Этот сайт, похоже, реально какой-то аномальный. Ну смотри, медики и учёные работают. Это молодцы, конечно. Я не знаю, чё этот администратор с нами пошёл. Но, видимо, ему делать нефиг. Да... Что ты тут сидишь? Иди, иди, иди. Следуй за его учёным. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Вон, красавчик рядовой. Мы сейчас с тобой вдвоём мигом его. Если не будешь слушаться, давай. Давай, заходи, заходи в камеру. Я здесь постою, поохраняю возле этой двери. Я вот не понимаю вот таких людей. Это как бы не странно, что мобильник подошёл к этому медику и начал спрашивать, где ваше сопровождение. Хотя у медиков, как бы вообще, можно сказать, не спрашивают разрешение. Так что... Потому что понятное дело, что он идёт на медицинское обследование. Но мне кажется, у этого Дэшки нормально всё с костями. Они, думаю, не такие прыгучие всё время спрыгивать. Хотя у них, вроде, нету с места, с которого можно спрыгнуть и сломать ноги. Но кто его знает? Рядовой, вы свободны. Гениально. А, ну, в принципе, да. Одного рядового, думаю, достаточно для сопровождения одного медика. Почему администратор с нами пошёл? Я же охранник. Он должен, как бы, сидеть в этом офисе и отдавать приказы, собственно говоря. Но, возможно, он просто проверяет. Ух ты ж, нифига тут у ВВБ, нормально. А чё вы сюда это... Чё вы сюда полку поставили? Ну, ладно. Ладно. Так, ну, пускай они там... Собирают какие-то... Короче, обследуют его. А мы... В это дело... Ух ты! Нормально он лёг, конечно. Но смотри, я... О, красавчик медик. Отыгрывает РП. Таких обожаю. Которые действительно стараются и отыгрывают. Прикольный РП. А, у него что, рука там столь? Ну, видимо, у него там какое-то повреждение руки. Может, порез. Ну, ладно. Это не моё дело. Пускай медик сам с этим работает. Чё администратор там делает в этой палате? Да. Ладно. Пускай стоит. Так, морфер мне не нужен. Спасибо. Меня вот, конечно, расстраивает то, что... Блин, ждать обновления от метода в SCP Rollerplay. Очень долго ждать. Ну, ё-моё. Как так-то? В мае или в апреле вообще выйдет это обновление. Эх, ну ладно. В принципе, можно подождать. Перетерпим, как говорится. Вот администратор, да. Надел гипс. А, видимо, у него реально там сломана рука. И... А, всё, понятно, почему он тогда повёл в этот... На рентген его смотреть. А, именно смотреть его, как там, состояние руки. И, видимо, состояние... Состояние руки этого D-класса... Не... Не очень... Доктор. Не очень удовлетворительный, так скажем. Стоишь вот... Ну, это всё время так. Я, когда просто отыгрываю, просто играю на сервере... Я обычно вот так просто стою где-нибудь, встану в уголок. И охраняю так. Потому что служба безопасности... Это... Второе, которое мне нравится, это фракция. Первое, это КДК. А второе, это СБшники. Ну, давайте, в принципе, я тут постою, поохраняю. Если что там, если что-то будет интересное... Я вам это всё покажу, конечно. Короче, наконец-то они этого D-классовца... Короче, этого D-класса вылечили. Еле как. Там, короче... О-о-о-о-о! Один выстрел, он мёртв. Ой, блин, кто-то пытался РП отыграть, но, видимо, не успел. Сейчас ведём этого D-класса обратно в КДК. И, в принципе, продолжим. Тут очень много тестов проводят, конечно, учёные. Но чё-то мне не везёт с этими сегодня учёными, потому что... Не знаю почему. Ё-ё-ё, ты куда, слышь? Ты совсем, что ли? А-а-а! Понятно. Там лестница чутка поломана, но бывает. Ай, что тут у нас? Ё-ё-ё, тихо, слышь? Взял за шею сотрудника. Нормально вообще. Капец, тут D-класс какие агрессивные, слишком, по-моему. Во, давай этого учёного запроводим. В принципе, мы... Давай, погнали. Достал запасной нож, воткнул. Ну, это мне кажется... Это мне кажется неправильно, что... Откуда у D-класса второй нож взялся? Ну, возможно, у него заточка была. Давай этого учёного сопроводим. Что там? Спрашиваешь разрешение? На эксперимент? Давай, D-класс. Можно разрешение? Да, он спрашивает разрешение. Так, стул. Ну, стул, это... Не особо интересно. Ну, ладно, пойдём с этим учёным. Всё равно сейчас сделать не особо... СБшникам нечего. Хотя мы можем встать на охрану какого-нибудь SCP-объекта. Можем посмотреть на... Ты чё, э? Я его рану. Я его сейчас раню. Слышь? Да блин, ну зачем? Ну, ё-моё, ну зачем ты так сделал? Я хотел его ранить и... Взвязать в эти... В наручники и обратно к учёному отвезти. Ну, ладно. Эх, бывают, конечно, такие люди. Ну, ладно, ничего страшного. Медика... Медика... Подожди, медики в комнату для допроса. А, так это у нас не надо. Да ты издеваешься. Хватит уже сбегать, надоел. Третий или четвёртый раз Д-класс сбегает. Ударил с локтя. Ё-моё, что происходит? Что творится? Тут какой-то сумасшедший Д-класс. Офигеть. Курсант, сопроводите меня сейчас с КД, как приняли. Курсант, видимо, сейчас не понимает, что от него просит. Уйдет этот учёный. Мне кажется, это новичок. Что это? Администратор. Я могу вам помочь. Давай ей сейчас вызовемся. Помочь. Товарищ учёный. Вот как-то так. Да. Этот рядовой не понял, что от него хотят. Воу-воу-воу-воу-воу. Бунт в КДК, бунт. И откуда? Тихо-тихо-тихо. СБ, помоги. Прикрой, пожалуйста. Прикрой, прикрой, прикрой. У нас там серьёзно сейчас намечается. Серьёзно. Давай-давай-давай. Вызывай по рации. А, у тебя не пришла. Тихо, давай я. Бунт в КДК, бунт в КДК пишем. Бунт. Давай-давай, отстреливайся. Я пишу. Бунт в КДК. Чё там происходит? А, там ещё нарушены условия содержания СП-173. Ёп моё, чё происходит? Так, тихо. Так, СБшник, проверяем камеры. Камеры к дэше. Мне кажется, есть ещё один вооружённый. Чисто. Тихо. Сзади надо тоже... Блин, этот СБшник не понял. А я ему даже не сказал. Ладно. Так, чисто, хорошо. Вроде всех перестреляли, которые были вооружены. Хорошо. Ага, всё уже, охрана пришла. Нормально. Да, с ним уже справились. Который пытался сбежать. Так, ещё один. Воу-воу, чё так много сбегает? Алло. Вы что, тут совсем, что ли? Пытается отобрать оружие. Господи, что происходит? А, он сумасшедший. Я понял, чё с ним. Ну да, если сумасшедший, то лучше вызвать врача. Медики здесь... Сделаем. 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 Так, пошли, пошли, пошли. Сопроводим этого учёного. Он вроде взял спокойного Д-класса. Но это хорошо. Врач, иди там, помощь нужна какому-то дэшке, плохо. С ума сошёл какой-то. Комитет по этике ведёт нормально. Чё-то странно, что на... На зоне 51 не особо как-то допрашивают этих... То есть, учёных за счёт этих тестов. Типа, разрешение, всё такое. Но, видимо, здесь на зоне 51 не так сильно. С этим... С этими разрешениями. Как-то затрагивают их. Ну, нормально всё. Капец, сколько избэшников. Я даже удивился, что их так много. Обычно их там совсем мало. Капельку. Опа, ну мы чё, и в Клицектор идём? Или в Безопасный? Да, в Безопасный всё-таки, блин. Ну ладно. А, в Ивклицекторе там это, 173-й. Ну тогда всё ясно, окей. Возможно, мы сейчас пойдём к этому, 999-му, да. Но мне кажется, его в камере нету. Да, я второй раз уже угадал. Там его нету. В камере. Ну да. Ну, бывает, учёные. Чё могу сказать? Бывает. С 999-го, видимо, погулять. Отвели. Либо он... Нет, он в камере 131-х. Нету его. Где он снова? Да он его, наверное, это... Выгулить. Видимо, гуляет, напишем, учёным. Видимо, гуляет. Ой, с ошибкой написал. Исправиться надо. Вот так. Так, Дэшка. Учёный. Ты куда пропал? Так, Д-класс, за мной. Так, чё-то он не понимает. За мной. За мной, КД. Да. Что ты делаешь? О! Заспавнился! Учёный, вы где там? Блин. Давай, за мной, за мной, за мной. Да вот он, учёный. Вот, 999-й. Его обратно вернули. Или что-то на другом себе уже хочешь? Я не понимаю, почему авторизация снялась с этого... С этой Дэшки. Давай, бери её обратно. И пойдём на следующее тестирование. Так, контактируй. Хорошо, давай, класс Дэ, контактируй с этим существом. А я вот тут рядом постою, чтобы ты, если что, не начал просто так бить это милое создание. Давай, Дэ, класс, я за тобой слежу. Ты смотри. Начнёшь вот это существо бить, тебе прилетит прикладом по голове. Так что давай. Нормально, контактируй. И всё будет хорошо. Вот, отлично, молодец. Вот это мы одобряем. Давай, выходи. Учёный, видимо, всё протестировал, то, что он хотел. Э, меня забыли, стойте. Сейчас, 999-го. Не нужно лучше выпускать из камеры, Потому что сейчас там 173 нарушил условия содержания Это опасно А, всё, 173 вернули, ну ладно Пускай 999 в своей камере развлекается Ещё одно какое-то тестирование было у учёного Видимо, на стуле, да, на стуле было у него Ну смотри, этот учёный достаточно круто отыграл Ну хотя бы что-то сделал Ну в плане, о, опять до класса полетел А, ещё один на его столкнули А, его убили что ли? Да, круто комитет поэтики следит за тем, как испытуем их Просто так убивают ни за что Так, давай обратно его дэшку вернём И в принципе всё, давай-давай-давай-давай Всё отлично Но в принципе, так-так-так, ты обратно возвращаешься, обратно Так, ещё одно тестирование, давай Я в принципе могу вам помочь Я могу вам помочь Я могу вам помочь Сэр Ну ладно, давай с этим учёным пойдём В принципе, два охранника достаточно круто Ну и опять же толпа собирается Блин, вот Ой ОВБ, займись чем-нибудь нормальным Я вот не могу понять людей, которые А Давай обратно, дэк-класс, возвращайся Не убивайте Да не убивайте, ну вы Ну вы глупые, что ли Ну Ой, ну ребят, ну зачем вы просто так-то убиваете? Он обратно же бежал Бежал, за чего убивать-то? На вас комитета поэтики не хватает Да Бывает, конечно, такое Ладно В принципе, я неплохо так поиграл за СБшника Чё-то там мы, в принципе, поотыгрывали Конечно, печально, что На зоне очень мало людей, которые действительно Хорошо отыгрывают РП Так как мне два учёных, или сколько там А, ну два учёных попались Но он РП шире Ну в плане того, что они не особо как-то интересно отыграли И один медик, который Ну в принципе, тоже нормально отыграл Но мы что-то сделали Мы похороняли Все сопроводили тестирование Поэтому Я сейчас пойду в какое-нибудь другое место И встану там И буду охранять Например Так, ну этот офис, в принципе, незачем его охранять Я пойду охранять учёных Вот, я найду себе место И там встану И буду охранять В принципе, здесь учёных достаточно Поэтому Встану на охрану здесь Так Ну в принципе, всё Вот такой видосик получился Если вам понравилось данное видео То подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Что вы думаете Насчёт вот таких людей Которые Пфу Собственно говоря Не особо как-то стараются отыграть РП Но всё же Пишите Как вы к ним Получается Как вы к ним относитесь Я вот, если честно Отношусь к ним Крайне негативно Можно перетерпеть Так сказать Негативно Нейтрально Так скажем В принципе, всё Ссылочка на сайт 14 Которые Я прорекламировал Будет в описании Так что Заходите Я там тоже Иногда буду На сайт 14 Заходить Собственно всё Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok